Украина была всегда искусственной, она могла быть единой только в составе Советского Союза Российской Империи. Она была создана в Советском Союзе, была создана из совершенно разных регионов, нет единого украинского народа. Разница психологии вылезла сейчас, я всегда это говорю, сейчас это произошло. Но дело в том, что автономизация Юго-Востока, она больше, конечно, сейчас более реальная автономизация Донбасса. Ну, туда вложены, соответственно, некие средства и усилия, народ там поднялся, этот протест поддерживается. Но дело в том, что, опять же, это было произведено, во-первых, неумело. Первое, неумело, потому что без Харьковской и Днепропетровской областей, Луганск и Донецк, они депрессивные, они дотационные. Они просто-напросто, как и Крым сейчас, повиснут на шее Российской Федерации. Это будет нищая страна, понимаете, 200 шахтов, половина убыточных. Туда нужно вкладывать большие деньги. Там русские люди, я за, за это. Но для этого нужно изменить совершенно социально-экономический курс. Новый курс делать в Российской Федерации экономический. Путин сохраняет старый курс. При нем эти районы будут не условием развития Российской Федерации, не условием превращения в Великую Россию, а камнем на шее. Если бы сейчас в Российской Федерации развивалась бурная промышленность, и был бы восприниман и уголь, и металл Донбасса, и порты Мариуполя, все это было бы во благо. Увеличился бы внутренний рынок, население страны, все, так сказать, это квалифицированное население, русское население. Малороссийское, великороссийское, это бы работало на возрождение нашего величия. Сейчас при сохранении сырьевого курса, неолиберального, монетаристского, и совещание у Путина 23 апреля это подтвердило, это условия катастрофы Российской Федерации, которая сейчас назревает. Поймите, украинский кризис уже перекидывается на Российскую Федерацию в экономической форме. Регионы разоряются, региональные бюджеты. Но никакого отказа от чемпионата мира по футболу затратного, никакого выхода из ВТО, никакой смены курса и перехода на активную промышленную политику не происходит. Вот что самое страшное. Поэтому то, что происходит на Украине, скорее будет изменит Российскую Федерацию больше, чем тысячу болотных. Неотвратимо изменит. Я боюсь, что это будет просто перекидывание кризиса сюда.